Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономические новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Екатерина Недачина. Самая популярная валютная пара на рынке Форекс евро-доллар в течение вчерашней европейской торговой сессии двигалась преимущественно согласно боковому тренду. Напряжение инвесторов, вызванное опасениями за возможное дальнейшее смягчение монетарной политики Европейским Центральным Банком не давало европерспектив к восходящему движению. По расчетам аналитиков UBS, регулятор решится на снижение процентной ставки с вероятностью в 50%. Настроения подтвердились данными относительно активности потребителей еврозоны. Согласно информации, предоставленной агентством Евростат, розничные продажи в январе сократились в декабре по сравнению с ноябрем на 1,6%. При этом годовой показатель ушел в отрицательную зону с 1,3% к минус 1%, тогда как аналитики предвидели рост значения до 1,5% со знаком «плюс». Котировка валютной пары евро-доллар колебалась вблизи отметки в 1,35 доллар, однако уже на открытии американской сессии пара ждал резкий скачок. Как оказалось, валюты соревновались в том, чья статистика окажется хуже. Негатив в отношении американского рынка труда изменил тренд на рынке. По предоставленным ADP данным, в частном секторе в январе месяце было создано всего лишь 175 тысяч новых рабочих мест вместо прогнозируемых 191 тысячи. Данный отчет является опережающим индикатором и намекает участникам рынка о том, каким будет официальный отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В календаре трейдера публикация этого отчета запланирована на пятницу. Напомним, в прошлом месяце уровень найма зафиксировал минимальное значение за последние три года. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией ИнстаФорекс и увидимся в следующем выпуске.